Два пункта. Один совсем простой, другой посложнее. Есть шахматная доска и две ладьи. Они расположены вначале, в противоположных углах. Белая ладья расположена в одном углу, а черная ладья противоположная. Играют двое. Ну, как в шахматном положено, начинают белые. Без королей, без всего. Запрещено ставить ладью под бой ладьи противника. То есть, когда вы делаете ход, то запрещено ставить так, что... Скажем, в данном случае вы можете пойти куда угодно, кроме вот этих двух полей. Понятно? И еще запрещено ставить ладью туда, где какая-нибудь златья уже была. То есть, считается, что поле, что называется, уже использовано. И все, второй раз использовать поле нельзя. Понятно, что игра довольно быстро закончена. Понятно, да? Поля кончится. Вопрос. Кому выгоднее играть? Белым или черным? У кого есть выигрышная стратегия? А что вы эти выигрыши? Пока вы можете делать ход, все хорошо. Когда вы не можете сделать ход, вы прииграли. Вот вам надо делать ход, а вы не можете. Это значит, вы прииграли. А вес не нет. Ага. Смотрите, что он сказал. «Белые начинают раньше, поэтому у них больше вариантов». Ну, в начале только два поля истрачены. Но с другой стороны, а вдруг там как-то ситуация хитро сложится. Могут же остаться еще неиспользованные поля, а все равно вы на них уже не можете сходить. Так что это доказательством не является. А вы просто выиграете. Черный выиграет, да? Черный вы хотите, когда истинный белый. И вы сумеете у любого сейчас выиграть? Давайте. Выходите. Мальчик объявляет, что он за черного, кого угодно выиграет. Поскольку вы уже поняли, что здесь не надо стирать поля, на которых были. Смотрите, он обещал поддерживать семен. Давайте, давайте, храните. И действительно он поддерживает семен. Да, это тоже за счет. То есть после каждого его хода на доске центрально-симметричная позиция. Я тоже за черного. Нет, никого не интересует сейчас, что вы сделали из-за черного, потому что вы сейчас играете за белым. Нельзя. А, под удар. Под удар ходить нельзя. Хорошо. Ребята, проблема не в том, более выгодная или менее выгодная. А в том, что у него есть четкая, простая идея. На каждый год белых, он воссоздает центральную симметрию. То есть она вынуждена нарушать симметрию доски, а он восстанавливает симметрию. Да, да, шутка. Заметьте, что она, чем дальше, тем больше, будет искать поля, и постепенно ей запас уменьшается. А ему диалекту проявлять не надо. Понятно, да? Просто повторять. Он, не повторяя, а симметрично. Восстанавливать симметрику. Давайте уже быстрее. Мы реализуемся у нас? Конечно. Да. И у Монова-то вчера. Да. А дальше? А дальше все? Почему все? Для всех? Нет, а почему? Тут еще много болезней. Нет, еще много. Там уже плюс можно. Есть место, где лагеря стоить, и есть место, где она раньше стояла. Вот вы помните, да, вот сейчас стоит, под ее бой ходить нельзя. Я не знаю, интересно смотреть, как они закончат или нет. Он не очень. Он не очень. Ребят, да. Я не знаю, что он любит. Да. Если он не ошибется, Он не ошибется. Если он не ошибется, то так симметрик до конца будет. И все. Ну все. Это последнее. Нет. Совсем. 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 Там вообще масса. Да. Вы, может, и доступ постепенно заполняете. Потому что упражнения центрально все нет. 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 Принято. Да. Ладно, ребята, я отдаю, если честно. Все, все. Поняли, да? Продолжение следует. Потому что... Не успешно. Продолжение следует. Продолжение следует...